Здравствуйте, уважаемые зрители канала Нейромир ТВ! Этот выпуск у нас внеочередной, внеплановый, экстренный. И в этом выпуске мы поговорим, конечно же, о том, о чем сегодня с утра начали сообщать многие информационные агентства. Это прежде всего о том, что турецкие ВВС сбили российский самолет Су-24. И этот недружественный акт, в общем-то, может расцениваться как серьезная провокация. И согласно 51 статье ООН, в общем-то, как акт агрессии. И вот сегодня я по скайпу связался с Анатолием Несмеяном. И сегодня мы попробуем проанализировать сложившуюся ситуацию, что за этим может последовать. Анатолий, ну вот на твой взгляд, вот это насколько было неожиданным событие. И вот помнится, что Турция предупреждала, что она будет сбивать наши летательные аппараты. И Джон Керри, госсекретарь США, говорил, что скоро будут падать российские самолеты. Насколько вот это все взаимосвязано? Ведь в отличие от обычных боевых потерь, это потери со стороны, скажем так, удара в спину, страны НАТО. Турция страна НАТО. Турки в данном случае выступают не как страна НАТО, а именно как Турция. То есть у нее есть свои собственные интересы. И так как ИГИЛ, Исламское государство, воюет с курдами, то, соответственно, для Турции ИГИЛ в этой ситуации является союзником, ну, в какой-то мере неформальным или ситуативным, как угодно это можно назвать. Вот, поэтому удар именно со стороны Турции, в общем, он предполагался, тем более, что турки сделали все строго, вот, как положено в уставе, гарнизонные и караульные службы. То есть вначале было предупреждение, затем выстрел вверх, а потом уже, собственно говоря, и огонь на поражение. Но ведь самолет был поражен над сирийской территорией. Ну, это теперь вопрос, скажем так, следствия, сейчас начнутся взаимные перепихивания. Вот, тут самое главное то, что турки несколько недель назад уже предупреждали нас о том, что будут сбивать. Вот, и сегодня они могут с полным правом заявить, ну, мы же вас предупреждали. Вот, и во всяком случае то, что они сейчас продемонстрировали свою схему пролета нашего самолета, действительно, он там где-то как-то мог чиркнуть буквально там в километре над турецкой территорией. То есть, говоря иначе, турки ждали. Потому что, естественно, среагировать за там несколько секунд, если наш самолет находился в их зоне, ну, они физически не могли. То есть, они просто караулили. Ну, то есть, они готовились к этой провокации? Да, конечно, конечно. Еще несколько недель назад об этом уже шла речь. И это не Керри предупреждал о том, что самолеты будут падать, а министр обороны. Но американцы тоже предупреждали. То есть, турки, скорее всего, согласовали все свои действия с американцами. И сейчас, в общем, чувствуют себя совершенно спокойно. Ну, ведь это уже прямой, можно сказать, первый такой серьезный конфликт именно с блоком НАТО. Ведь все-таки это не какая-то Украина, я извиняюсь, но страна НАТО. И ведь выстрел ракеты с самолета по другому самолету военному – это акт войны. Ну, по крайней мере, из-за одного самолета мы не будем. Мы будем, естественно, устраивать войну. Тем более, прямо сейчас уже, по-моему, Песков сказал, что никакого военного ответа не будет. Мы будем отвечать, как водится, несимметрично. То есть, будет ли это эвакуация туристов, будет ли это прекращение каких-то связей – это отдельный вопрос. Но то, что военным путем мы отвечать не будем – это точно. Крейсер «Москва», правда, сейчас вроде пододвигается поближе к побережью. Но будет ли он сбивать, скажем, турецкие самолеты – это еще тоже большой вопрос. Но ведь у нас, к сожалению, история наших российско-русско-турецких отношений имеет в своей летописи «12 войн», которые произошли между Турцией и Россией. И вот интервал между ними был 19 лет. Тут как бы у нас задержалось. И, в общем-то, вот эта вот ситуация, помимо того, что мы там экономически, наши люди туда ездят. Ну, я думаю, сейчас желающих поменьше будет, потому что никто им не будет гарантировать их безопасность. Но вот в этой ситуации какой может быть ответ? Оставить без ответа совсем? Ну, наверное, это было бы неправильно. Если ответ военный исключается, то какие остаются варианты? Ну, насколько я помню, мы воевали, конечно, с Турцией, но фактически мы все время воевали с Англией, которая использовала Турцию в своих интересах. То есть за всеми, за большинством, на всяком случае, войн с Турцией всегда стояла именно Англия. А сейчас США? Сейчас, да, стоят Соединенные Штаты. Так что, в общем, история повторяется один в один. Отвечать, ну, трудно сказать, как именно ответить. То есть это, как говорится, у руководства голова большая, ему виднее. То есть военным способом, конечно, мы ответить не можем. Бизнес, по большому счету, да, конечно же. Турция очень серьезно зависит от нашего газа. У них там порядка 40, по-моему, процентов всего импорта газа идет из России. Но, опять-таки, разве мы посмеем нашему народному достоянию приказать, чтобы он свой бизнес как-то порушил? Турецкий потоп, в принципе, он и так уже находится в состоянии полуживом. То есть, по большому счету, мы можем сейчас либо через туристический бизнес надавить на турок, и вроде как это делается. Но, опять-таки, хватит ли пороху, скажем так. Ну, мне кажется, в большой игре это слишком мелкий ход. Ну, это вообще слишком мелкие ходы, потому что, конечно же, Путин, не завершив войну на Украине, полез в Сирию. Вчера Шойгу прилетел в Египет, и, судя по всему, там идет разговор о том, что нужно возвращать туристов, а для этого нужно провести какую-нибудь красивую для телевизора операцию, о том, что мы всех нашли и покарали. То есть, мы можем еще очень легко влезть туда. В Средней Азии очень плохо. Вот буквально несколько дней назад и подряд идут сообщения о том, что Ашхабад начинает стягивать свои войска к границе с Афганистаном. То есть, там тоже ситуация, скажем так, накаляется. То есть, Россия лезет сейчас во все конфликты, какие только возможны, или, по крайней мере, близка к тому, чтобы залезть. И ни один из них не завершает. Ну, а это, соответственно, накапливает проблемы, и мы просто не успеваем на них реагировать. Поэтому этот самолет в данном случае, ну, к сожалению, это только один маленький эпизод. А так, в общем, конечно, сплошные авантюры, они, в общем, ничем другим не заканчиваются. Но на твой взгляд, что было бы правильно делать? Какая последовательность действий была бы правильной, вот чтобы, как ты говоришь, не было войны на несколько фронтов? Ну, вообще, с учетом того, что мы залезли в болото и тонем уже так где-то по пояс, то, конечно, для начала надо бы из него вылезти, а потом уже решать какие-то следующие задачи. Ну, вообще, на нас висит конфликт на Украине. То есть, до тех пор, пока мы его не завершим, причем не завершим желательно с плюсом для себя, любые другие конфликты для нас будут дополнительным грузом висеть. Потому что ситуация с Крымом, например, она ведь совершенно не зря началась. То есть, Порошенко реально угрожает России, что если он не возьмет границу под контроль, а границу он должен, по идее, взять к Новому году, несмотря на то, что минские договоренности продлены до марта следующего года, но уже, так сказать, и Запад, и Киев говорят о том, что речь идет о том, что продлены только выборы. А границу, будьте любезны, положено по минским договоренностям передать к Новому году, значит, вы не положите. И, скорее всего, угроза Крыму сейчас, это как раз угроза в плане передачи границы. И Порошенко стягивает группировки. И сейчас самые две сильные группировки – это возле Волновахи и возле станицы Луганской. То есть, понятно, где могут быть нанесены удары вдоль границы. Опять, по сходящимся направлению. А если Россия попробует каким-то образом ответить, то Порошенко может устроить нам проблемы с Крымом дополнительные. То есть, они уже рассматривают вопрос транспортной блокады. Во всяком случае, вчера было такое решение. То есть, что бы мы ни сделали, мы всегда наталкиваемся на то, что прежние неурегулированные проблемы нас тянут, если не на дно, то создают очень серьезные проблемы. Ну, то есть, надо было решать раньше вопрос? Ну, во-первых, да, надо было решать раньше. Во-вторых, нужно все-таки вернуться обратно и каким-то образом решить проблему Украины. Но мы ее не можем решить, потому что даже если мы сейчас сдадим Донбасс и выполним минские договоренности, пропустим украинцев на границу, то в следующей серии будет Крым. То есть, хотим мы или нет, но вопрос с Украиной – это такой долгоиграющий вопрос. И до тех пор, пока мы его не решим, он будет на нас висеть постоянно. Что бы мы ни делали. В Средней Азии, на Ближнем Востоке, да хоть где. Но вот вернемся снова к Турции. В Турции, Сирии, вот у нас возникла очередная нерешенная проблема. Вот эту проблему каким образом все-таки стоит решать? Что стоит делать? Добивать, добамбливать ИГИЛ, водить наземные войска или же объявить бесполетную зону над Турцией? В принципе, у нас технические средства для этого есть. Нет, технических средств над Турцией вводить бесполетную зону, конечно же, у нас нет, потому что там две базы американцев. Ну, и на жерлик, прежде всего. Ну, да. А раз американцы будут летать, то, соответственно, и кто хочет, будет летать. Поэтому или бесполетная зона для всех, или не для кого. Нет, с Турцией, скорее всего, мы вообще ничего не будем делать. Мы гневно покричим, на этом все и закончится. В Сирии ситуация предельно простая. То есть, мы полезли туда с полком самолетов. Это не имеет ни малейшего смысла практического. То есть, если мы все-таки хотим решить... И как же, собственно, ведь была начата операция наступления, отвоеваны целый ряд населенных пунктов, разрушена инфраструктура. Сейчас вот финансовую основу вышибают. Ну, тоже все не так. Во-первых, скажем так, освобождено 500 квадратных километров территории. С учетом того, что Сирия это... Для Сирии это примерно там одна десятая процента ее территории, то, соответственно, сколько времени потребуется на то, чтобы освободить все остальное. Во-вторых, никакую финансовую основу ИГИЛ мы, конечно же, не разрушаем, потому что нефть для исламского государства отдает всего лишь 27% доходов. Причем имеется в виду и сирийская нефть, и иракская нефть, и ливийская нефть. Вот, и поэтому те 500 грузовиков, которые разбомбили автоцистерну, разбомбили самолетов, это всего лишь 5000 тонн нефти, то есть это капля в море, ничего серьезного. Единственное, они теперь будут ездить не колоннами, а просто поодиночке, на чем все закончится, и мы не будем же гоняться за каждой одиночной цистерной. Вот, поэтому, ну, трудно сказать, единственный вариант, при котором хоть что-то можно сделать, это сосредоточиться на одном противнике, то есть либо на ИГИЛ, и, скорее всего, это нереально, либо на вот этой прозападной коалиции, и разгромить вот этого противника в наземной операции. Но способны ли мы на наземную операцию, это очень большой вопрос. Вот, говоря откровенно, то есть без ерничества, потому что это очень серьезная, а тыловая проблема, это нужно задействовать никак не меньше тысяч 25-30 тысяч личного состава только в передовых порядках, соответственно, еще примерно столько же это тыловики, обеспечение, нужно подгонять туда огромное количество техники, вот, сможем ли мы это сделать, большой вопрос, тем более, что с Турцией теперь мы расплевались. Вот, и она вполне может устроить нам какие-нибудь неприятности в проливах. А возить все самолетами, ну, у нас просто нет такого количества самолетов. Вот, и поэтому в Сирии мы, понятное дело, ничего добиться не можем. Сирийцы тоже не могут ничего сделать, потому что в реальности под Алеппо воюют иностранцы. То есть там, ну, так называемые парамилитарные формирования, то есть там и иракцы, и иранцы за Ассады воюют, и афганцы, и пакистанцы, и ливанские группировки, вот, Хизбаллы в том числе. Поэтому сирийская армия, как таковая, принимает участие в наступлении, ну, скажем так, в основном для картинки, и она заходит уже в занятые поселки. При этом она не может удержать эти поселки уже несколько случаев, когда достаточно крупные города достаточно быстро отбивались боевиками обратно. Ну, Анатолий, вот снова вернемся к Турции, ее взаимоотношения с ИГИЛ, с ФСА, это свободная армия сирийская. Значит, вот Турция является своего рода таким обозом для этих всех структур. То есть там они проходят переподготовку, лечатся, получают боеприпасы и так далее, получают кадры. То есть Турция является, собственно, форпостом тех, с кем воюют Соединенные Штаты. И Франция, тоже страны НАТО. И вот тут возникает такой вопрос. Если они воюют все вместе против ИГИЛ, а их член НАТО, в общем-то, помогает ИГИЛ, то не получается ли так, что одна рука делает одно, другая делает другой, и это может послужить основанием об исключении Турции из НАТО? Ведь сейчас Турция поставила НАТО в состоянии возможного военного конфликта. Я думаю, что турки прекрасно понимают, что никого никуда не ставили, и НАТО прекрасно понимает, что никакого конфликта с Россией у них не случится. К сожалению, мы не являемся той страной, которая способна сегодня вступить в серьезный конфликт с НАТО, тем более по такому не очень значительному случаю, как потеря самолета. Мы все-таки не Советский Союз, который мог в любой момент десантировать 10 дивизий в любую точку мира. И, естественно, все это учитывают. То есть ты хочешь сказать, что никакой значимой реакции не будет? Нет. Скорее всего, это все будут теперь спускать на тормоз. Ну, то есть фактически турки продемонстрировали угрозу, на чем, я так думаю, сейчас все и закончится. И теперь, что называется, мяч на стороне Путина, теперь он должен, с одной стороны, сделать вид, что все идет как надо, и мы, так сказать, накажем, не забудем, не простим. А с другой стороны, он должен будет осознать, что действительно был неправ, что погорячился, что влез туда, куда его не очень-то и просили. Ну, и будет корректировать свое поведение. Хотя Путин, еще раз повторюсь, у меня отношение к его политике в последние два года, конечно, крайне отрицательное. Это авантюризм чистой воды, а просчитывать авантюриста очень сложно. То есть что он может, какое коленце он может выбросить в любой момент, то есть сказать сложно. Ну, понятно, твоя точка зрения. Теперь вот поговорим чуть-чуть о самой, собственно, ситуации восточнее. Катар, Кувейт, Каудовская Аравия. Вот эти страны, они как взаимодействуют в данном случае с коалицией, которая воюет с ИГИЛом? Ведь они же одной рукой, что называется, финансируют его. То есть они как Турция выступают? Ну, что касается Саудовской Аравии и Катара, ситуация с ними примерно следующая. То есть они, безусловно, враждуют друг с другом, они преследуют совершенно разные цели. Но по поводу смещения Асада с поста президента у них никаких разногласий нет. Поэтому они финансируют боевиков. Причем ИГИЛ – это в основном, конечно же, катарская сейчас группировка. Ну, как катарская. Катар, во всяком случае, пытается каким-то образом влиять на ИГИЛ. Саудовская Аравия, безусловно, в основном работает с вот этой прозападной коалицией исламистой, да, с умеренной этой оппозицией. Но, тем не менее, естественно, между ними достаточно жесткие разногласия. И именно в связи с тем, что катар рассматривает ИГИЛ как свой инструмент по уничтожению Саудовской Аравии, которая, в общем-то, для него является противником, врагом, конкурентом и так далее. А они же соседи, и у них общие нефтяные интересы. Ну, интересы общие, карманы разные. Вот тут проблема в чем. То есть во всем в основе деньги лежат? Ну, естественно, это все как обычно. Анатолий, тогда у меня такой вопрос. Вот может ли в случае военного ответа Турции со стороны России произойти дальнейшая эскалация? Ну, вообще, я, честно говоря, опасался, что... Ну, как опасался? Я предполагал, что вот этот визит Шойгу в Египет это как раз попытка наказать Катар. Потому что группировка Ансар, Бейт, Аль-Магдис, которая официально, во всяком случае, обвиняется в уничтожении нашего пассажирского самолета. Это группировка братья-мусульмане, которые радикальные братья-мусульмане, которых поддерживает именно Катар. И, конечно же, основным организатором, заказчиком, и вдохновителем, безусловно, уничтожение нашего самолета, безусловно, является именно Катар. И наказывать нужно не бедуинов в пустыне, хотя как непосредственных исполнителей скорее и нужно, а именно Катар, который заказал, который преследует свои конкретные цели, и который, скорее всего, виновен именно в гибели. Ну, наказать Катар – это, опять же, открыть еще один фронт. А ты говорил, что это плохо. Ну, плохо началось тогда, когда мы перестали решать проблемы вовремя и в срок. То есть уже не играет никакой роли, чего мы тут будем делать, потому что все, что мы не делаем, оставляя проблемы за спиной нерешенными, мы все равно все будем делать плохо. Нас просто вынуждают открывать эти новые-новые фронты. И мы ничего с этим поделать не можем, потому что мы все время опаздываем. То есть, к сожалению, это такой путинский стиль куда-нибудь спрятаться в кусты и оттуда грозно молчать. Авось само рассосется. Да, к сожалению, вот эта авось, оно просто повсеместно. Но проблемы не исчезают, и все равно их придется решать. И причем каждый раз, чем больше мы затягиваем, тем большую цену приходится платить. Вот сейчас возникла проблема Турции. Мы можем опять сделать вид, что ничего не произошло, значит, грозно отмолчаться в кустах, но проблема-то останется, и она опять же будет нарастать только. Ну, естественно, собственно говоря, об этом и идет речь, то, что стиль нашего руководства такой, что эти проблемы, они теперь будут по разным направлениям расти. Потому что, не дай бог, сейчас Порошенко начнет наступление на Донбассе и во всяком случае попытается взять границу под контроль каким-то образом, то нам нужно будет тогда отвлекаться и каким-то образом реагировать уже на это. Мы вообще молчим по поводу Крыма. То есть в Крыму третий день нет электричества. В общем-то, прямым текстом нам говорят о том, что это, в общем-то, один из элементов войны, и все равно в телевизоре все это подается, как будто свет пропал сам собой. Но вот не так давно была встреча Путина с Обамой, и существовало мнение, что Обама предъявил некий ультиматум Путину. Вот как бы ты прокомментировал, это реально или же это, как говорится, досужие домыслы? Ну, мне во всяком случае сказали именно про ультиматум. То есть это передал мне мой соавтор по моей книге «Куклы и кукловоды». Он достаточно информированный человек, у него очень много знакомых иностранных, в том числе и восточноевропейских странах, которые прямо заинтересованы в этом конфликте. Они ему передали о том, что да, действительно, был разговор, был ультиматум, и в очень жесткой форме потребовали от Путина не просто выполнить Минские соглашения, а сдать границу, сдать Крым и вернуть все на исходное до марта 2014 года. Но ведь это же политическая смерть для Путина. Ну, в общем, да. Ну, опять-таки, он же... Обама поставил заранее невыполнимые условия. Мы не можем отдать Крым. А в этом случае что? Война? Какой второй пункт? Если не сдадите то, то что? Ну, американцы и европейцы продолжают нас поддавливать санкциями, с учетом того, что эти санкции, в общем, прямо скажем, не очень велики, а последствия просто какие-то совсем катастрофические, то можно ожидать, что дальнейшее ухудшение вот с этой стороны, ну, создаст еще большие проблемы. То есть мы вообще действительно построили экономику, которая зависит от импорта практически везде и во всем. То есть какая-нибудь мелкая деталюшка, комплектующая или там, или что угодно, все равно оно импортное. И без этого мы останавливаются целые производства. Но не может ли это явиться основанием для того, чтобы начать структурную перестройку экономики, мобилизационную экономику, в принципе, воспользоваться рецептами Советского Союза, который все производил у себя? Или же вот в рамках существующей модели это невозможно? Нет, в рамках существующей модели это невозможно. У нас уже не структурный кризис, у нас уже полноценный системный кризис. А раз так, то вся нынешняя команда, которая и проводит нынешнюю политику, она процентов на 80 должна уйти. И только в этом случае можно будет вести речь о том, что, ну, возможны какие-то более-менее системные реформы. Вот пока эти люди находятся у власти, естественно, ничего делаться не будет. Ну и, в общем-то, никто этого и не скрывает. Эти люди, ты имеешь в виду либералов? Ну, их сложно назвать либералами на самом-то деле, потому что они либерализм понимают очень как-то, очень лихо, по-нашему. Нет, ну, это просто люди, которые получили профит от существования нынешней экономической и политической системы. Естественно, они крайне заинтересованы в том, чтобы она продолжала существовать, потому что вне этой системы они себя ничего не представляют. Ну, вот тут мы интересным образом вышли на некоторые аналогии. Мне почему-то вспомнилась первая половина 20-го века. Иосиф Виссарионович, который в 1937 году произвел массированную зачистку управляющей элиты, то есть большие чистки сталинские, находили повсюду английских шпионов. Сейчас что, надо проводить 1937 год, ну, фигурально выражаясь, и искать уже американских шпионов? Ну, во-первых, Иосиф Виссарионович, когда начал зачистку во всех управляющих структурах, все-таки перед этим больше 15 лет отработала система образования, система подготовки кадров, то есть был второй эшелон, который достаточно безболезненно заменял тех, кого вышвыривали и бросали там в подвалы, или просто увольняли, потому что там же не всех расстреливали, сажали. Вот сейчас на самом деле проблема в том, что нет такой смены. Вот нет того второго. Нынешние ведь и не дадут ей возникнуть, они же не дураки, они понимают, что это смена их. Ну, поэтому сейчас, если, допустим, устраивать какой-нибудь небольшой холокост среди нынешних управленцев, то мы автоматически получим или полный обрыв, то есть просто некому приходить будет вместо них. Либо придет практически то же самое, только более голодное, злое, жадное, и мы получим все то же самое, только в еще более худшем варианте. К сожалению, предпосылок для такого холокоста сейчас тоже нет. Вот в чем проблема. Но ведь вот вспомним гражданскую войну, когда нищая, оборванная, совершенно необразованная советская Россия противостояла и Антанте, куда также Турция включалась, участвовала в этой войне, и одновременно противостояла армиям белых. И она выстояла, и люди были тогда менее образованы и подготовлены. Ведь опыт-то был? Нет, к сожалению. Ну, это уже историческая часть пошла. Я в истории не скажу, что так уж силен в том смысле, чтобы профессионально над темой рассуждать. Но мне все-таки кажется, что сравнивать тоже сложно, потому что гражданская война в России в 20-х годах, она худо-бедно закончилась исчезновением 20 миллионов человек. То есть кто-то погиб, кто-то умер от всяких болезней, кто-то эмигрировал. Ну, в общем, убыль населения составила порядка 20 миллионов человек. То есть была разрушена в значительной степени промышленность. И фактически большевики, когда пришли, они пришли в такую разруху, что, в общем, они уже были никому не интересны на Западе, потому что все прекрасно понимали, что страна, которая находится в такой ситуации, так обрушилась, она уже перестала представлять из себя какого-либо противника. То есть, в общем-то, Запад был, конечно, неприятно удивлен, но, по крайней мере, у нас была какая-то передышка. Сейчас нам такой передышки, конечно же, никто давать не будет. И поэтому уж, если за нас возьмутся всерьез, когда мы рухнем, то, скорее всего, с нами доведут дело до конца. Но это что, доведут до конца? Это Третья мировая война? Это обмен ядерными ударами? Нет, зачем? Никто не будет обмениваться никакими ударами. С нашей стороны вообще я не вижу ни одного человека, который был бы способен рискнуть, отдать такой приказ, даже если это будет последнее, что нужно делать. Но вот нет, нас, скорее всего, будут вести по сценарию Украины или по сценарию Арабской весны, то есть постепенно опускать и экономику, и социальную жизнь. Собственно, она уже опускается вот сейчас с дальнобойщиками вот эта тема. То есть сейчас на Петербург у нас там из Колпина идет какая-то огромная колонна в 600 или 700 машин. Тишина об этом, нигде никто не говорит. Они пытаются прорваться к Смольному. В Москве, насколько я знаю, там все пытаются в Москву проехать дальнобойщики. Но это вот один из признаков разрушения системы. То есть она начинает работать уже самопроизвольно. То есть какой-то Ротенберг, никому, так сказать, некий человек, частное лицо устраивает катастрофу в общем государственного масштаба. Ему все это сходит с руки, на это никто не обращает внимания, и в СМИ об этом молчат. И таких катастроф будет с течением времени все больше и больше. Естественно, что для нас никакой войны не нужно, мы сами себя прекрасно... Твой прогноз. Сколько еще запас времени устойчивости системы? По времени никто не скажет, потому что время это вообще такая штука странная. Но устойчивость, конечно, очень небольшая. То есть я думаю, что до выборов Путина мы еще как-то дотянем, если он, конечно, сам досидит до 2018 года, что тоже, в общем-то, есть определенные вопросы. Но уж до выборов парламента мы точно досидим, потому что устойчивости пока еще хватает. Но... Ну и только. А что будет дальше? То есть мы уже живем по принципу, как мальчиша, кибальчиша нам будет... Просто и до ночи продержаться. До ночи продержаться, да, к сожалению. Вот. А то, что Путин на внешнем поле устраивает такого рода авантюры, как в Сирии, там, на Украине и так далее, это, безусловно, устойчивость системы очень резко подтачивает. Сирию, я все-таки не соглашусь, он должен был оказывать помощь Асаду. Другое дело, что, наверное, это должно было быть в 2012 году. Должно было быть в 2011 году, в 2012 году. Сейчас, к сожалению, там просто некому помогать. То есть сирийцы настолько истощены и настолько обескровлены, что там речь уже идет не о какой-то победе, а о том, каким образом Сирия будет выглядеть уже после этой войны. Хрэхо такой, гипотетический совершенно вариант. А нанесение массированного удара по Катару, по Саудовской Аравии, ну, как говорится, такой, может быть, угроза применения чего-то, по крайней мере, рядышком, чтобы видели знак, увидели из окон. Ну, во-первых, любой военный... Демонстрация своей отмороженности, условно говоря. Ну, опять же, у нас нет людей, которые будут демонстрировать свою отмороженность. У всех этих людей есть дети на Западе, активы на Западе, деньги на Западе. Зачем им этим рисковать? У нас нет таких людей в принципе сейчас, на сегодняшний момент. Все-таки товарищ Сталин, если уж о нем идет речь, он совершенно не зря зачищал любую мысль о том, что на Западе можно что-то иметь. И дело совершенно правильно. Но, тем не менее, я думаю, что никаких ударов ни по Катару, ни по Саудовской Аравии, конечно же, не будет. Во-вторых, в этом нет какой-то политического смысла, в этом нет. То есть, к сожалению, все последние 20 с лишним лет, все военные победы, которые одерживала наша армия, наши политики, и дипломаты благополучно просаживали за столом переговоры. Это касается и чеченских войн, это касается и войны с Грузией, про Украину, я вообще молчу про эти минские договоренности. Я думаю, что в Сирии будет ничуть не лучше. То есть, даже если армия выполнит приказы, и даже в этих условиях, в которых она воюет сейчас, в Сирии будет достигнуть хоть какой-то результат, то политики его спустят просто как здрасте. То есть, начинать войну надо здесь, в Москве, с зачистки элиты? Конечно, конечно. То есть, ну, та же самая история, как с Россией начала 20 века. То есть, мы начали две войны и в пятом году, и в четырнадцатом, и обе войны привели к катастрофе и, соответственно, к революции. То есть, мы на сегодняшний момент находимся в такой же ситуации, если даже не хуже, потому что тогда, ну, хотя бы часть элиты была такой, можно ее было назвать патриотической, сейчас такой нет даже в теории. Ну, то есть, если ты патриот, то ты вне элиты, если ты в элите, то патриотом не можешь быть по определению, потому что уже Бжезинский сказал, вы определитесь, это ваша или уже наша элита? Не, ну да, то есть, ты когда попадаешь в ОПГ, то ты хочешь, не хочешь, то ты либо, так сказать, выполняешь ее правила и существуешь по этим правилам, либо ты из этой ОПГ тебя просто вышвырнут. Там, я вот с гаишником разговаривал, он говорит, ну, а что я могу сделать? У меня план, я должен 10 тысяч каждую смену приносить начальнику, это было еще там лет, ну, 5-7 назад. Вот, вот вы не положь, 10 тысяч и принеси начальнику, и начальнику деваться некуда, потому что он тоже должен наверх заслать какую-то сумму. Вот, и если ты один раз, два, 10 раз не выполнишь то, что от тебя требуют, тебя просто вышвырнут, и на твое место придет новый. То же самое и с властью, то есть ты, если ты попал в эту систему, ты будешь вынужден подчиняться тем правилам, которые в ней существуют. Хороший ты человек, плохой человек, неважно, то есть, или ты выполняешь эти условия, или тебя вышвырнут. А, ну, в каком виде вышвырнут, это уже отдельный вопрос, конечно, но тебя там не будет. Вот, и поэтому, да, да, сейчас сложилась такая ситуация, что считать этих людей, там, патриотами, или еще кем-то России, ну, бессмысленно. Это люди работают на себя. Это просто такая большая корпорация по откачке национального достояния в свои карманы. Вот и все. Ну, что ж, Анатолий, большое спасибо. Я думаю, нашим зрителям было интересно услышать мнение Анатолия Несмеяна, и оно перекликается с тем, что говорил в нашей студии и Андрей Фурсов, и многие другие наши гости, что главный враг-то не за горами, главный враг здесь, это то, что у нас принято называть элитой. До тех пор, пока у нас не произойдет серьезная зачистка и ротация элиты, смена на новых людей, которые все-таки ставят интересы общего и интересы страны выше своих личных, до этих пор нас будут преследовать поражения. Оставайтесь с нами, и вы всегда будете в курсе актуальной аналитики и актуальных событий и комментариев. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин